Своим награданием из дома, из квартиры, которую я снимаю в центре Киева. И в дальнейшем у них есть договоренность с Путиным, а там с близким поверхом крупнейшим частным акционерам Газпрома. Я решили для того, чтобы исправить с меня крузинскую тюрьму под наблюдением Путина и избавиться от меня в Украине. То есть избавиться от громкого голоса, который говорит, что они воры. Я обвиняю Луценко и СПУ. К нам присоединилась депутат Европарламента из Британии. Коллинз, фамилия, конечно, благодарный, которая сейчас выступит под Верховной Радой. Повторяю, член Европарламента, британка по фамилии Коллинз. Я хочу вам сказать, они сделали грязнейшую провокацию в стиле ФСБ. Они ошиблись. Украина не Россия. Порошенко никогда не станет Путиным, потому что украинский народ великий свободный мир. Захватила власть в Украине организована преступная группировка, которая шантажирует, собирает компроматы, похищает людей, отмирает бизнеса, договариваются через Медведчука и Ахметова с Путиным, с врагами Украины. И хотят и дальше крабить, и содержать украинский народ в нищете. Организованная преступная группировка захватила власть любимой Украине. Поэтому гольба! 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 Спасибо. И поэтому, поэтому, они, поэтому, они, ускорили процесс, и именно в ответ на этот марш, чья задержали еще целый ряд кубок активистов, открыли уголовное дело сначала по Центру экономической бедукиды, и прямо Люценко подписал указание собирать компромат на меня и на других основателей Центра. А потом догадались до того, что обвинили меня в связи с людьми, осевшими в России. Нет на постсоветском пространстве большего врага Путина, чем я, Михаил Саакашвили. Я командовал армией против Путина. Я отстаивал свою независимость. Я привез сюда грузинских офицеров, которые жертвуют за Украину, против России. Как эти сволочи могли вообще подумать? В этом меня отменяют. Всего есть предел. Цинизму и подлости поры. Поэтому, наше укрепление закончилось. Народ Украины обязан, обязан собраться и заставить парламент убрать от власти организованную преступную группировку во главе с изменником Украины Порошенко. Прошу максимальный переполз, пожалуйста. Мне кажется, что мы должны, я призываю ивлян, я призываю украинцев со всех регионов, хватит давать барыгам вас обманывать. Хватит Порошенко и Макуман, Хроновскому, Кононенко, Луценко и другим преступникам занимать дальше государственные посты. Мы должны сегодня собраться тут, я призываю киевлян мирно, спокойно и сказать парламенту, тосить, тосить, банду хеть, ОПК хеть, Порошенко хеть, импичуя. Я видел лица обычных граждан Украины, которых я не знаю, которые, может быть, никогда не встречался. Обычных киевлян... Прошу максимальный репост, пожалуйста. Надо донести до людей. Спасибо. ...и той ситуации, когда все СГУшники в машине со мной в течение четырех часов обзевали Порошенко парыгой, коррумпировали. Говорили, что они заставляют выполнять приказы. Но при этом говорили, что народу нужно арестовать и разогнать. Как это делает Путин, не дождутся. Путина здесь не будет. Путином я никогда не стану. Я призываю киевлян прийти сюда. Я призываю киевлян стать вместе. Мирные акции. Мирно пойти потом к парламенту и сказать парламенту. Вы, законодательный орган Украины, Украину захватили злодеи, воры, жулики, которые подделывают все и которые все загребают под себя. Хватит нищеты. Хватит обмана. Хватит репрессии. Хватит того, что украинцы вынуждены уезжать. Украина будет самой великой нацией Европы. Вы меня вытащили сегодня. И что бы ни говорили, их прихлывы каналы. Олигархат решил от меня избавиться. И сейчас они кручат все свои каналы, всю свою ложь, всю свою пропаганду. Но вы умнее, вы мудрее, вы правильнее, вы опытнее. И вы, и у нас закончилось терпение. Поэтому, дорогие мои кивляне, это родной город. Сегодня меня вы спасли от... 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 может быть, от смерти. И поэтому, поскольку сегодня вы спасли мне жизнь, моя жизнь теперь принадлежит вам и Украине. И я буду доказать, я хочу сказать, я хочу сказать, ветеранов, наших героических ребят, зато на самом деле, с украинской российской войны. Я закликаю ветеранов Майданов. Я сам ветеран Майданов. Я закликаю просто пресеченных, нормальных, классных украинцев. Мне не нужны никакие должности в Украине. Но давайте все вместе станем. Потому что у нас некуда отступать. Приходите сюда, на площадь около Верховной Рады. Прямо с работы. Приходите. И скажем бандитам, злочинцам, потворам, что народ Украины устал, и народ Украины хочет от них избавиться. Заставим их уйти мирно, пока есть шанс. Я жду, мы ждем здесь июля. Нас должно быть все больше и больше. Площадь полна, но не надо, найдем место для всех. Площадь полна, люди едут со всех регионов Украины. Я предупреждаю всех вас, не смейте палец поднимать на народ, потому что в этот раз народ не простит. Не поднимайте руку на ваших отцов, на ваших матерей. Уберите отсюда эту машину, потому что там тоже у вас будут машины. Не смейте защищать барыг, который сосут кровь Украины. Не смейте защищать преступников, которые хотят всех заграбить. Они же вас унижают. Я же слышал эти разговоры в машине. Они же, им же, вам же тоже все надоело. Сколько можно служить самым отвратительным уродам, которых мать вообще родила. Неужели вы не украинцы? Неужели вы не патриоты? Я знаю, что вы патриоты. Что вы все знали? И отсюда уйдем вместе с украинским народом. Это символ украинского и полстанского армии. Это символ дружбы украинского и грузинского народа. Как раз СБУ-шики порвали мою рубашку, але мир не без добрых людей. Поэтому давайте звонить всем родственникам, соседям, всем. Они начали уходить от власти опять с провокацией и обманом. Они пришли фейком, управляли фейком и уйдут со своими фейками небытия истории. Нам нужны настоящие украинцы, справжние украинцы, справжние патриоты, которые будут любить Украину, а не свою кишенью. Правда, украинцы должны быть президентом Украины. Правда, украинцы должны быть в уряду. Люди, которые любят Украину, которые не будут грабить Украину. И это вы. Мы всех приглашаем. Давайте вместе. Вместе у нас много. Нас не подолать. Николи нас не подолать. Украинские народы не подолать. Мы победим. И Путина. Мы победили Януковича. Парик. Мы точно переможем. Дякую вам, друзья. Я навеки вам дячу. Ага.